Ребята, всем привет! Ну что, сегодня я опять в деревне Соломино. Помните в том видео, в предыдущем видео, сигнал я там в устье реки не выкопал. Все пишут, сходи проверь, сходи проверь. Решил проверить. За одним много спрашивают вопросов про одежду. Сегодня еще обзорчик камуфляжа своего сделаю. Коли чемпиону звоню, третий день не отвечает. На телефон по ходу парень под корягу синюю залез конкретно. Не могу я до него дозвониться. Сейчас ходим. Тут, правда, заросло все травой здорово с того разом. Если найду место, но я должен помнить тогда, то выкопаем этот сигнал глубокий. Тут санаторий в Вятске Увалы есть. Сейчас отдыхающих встретил. Заблудились. Показал им дорогу, как выйти обратно. Мужчина, женщина. С утра у нас дождь был. Жарко было. Ой, жарко и холодно было. После обеда погода разыгралась. Я думаю съезжу. Ну что, посмотрим, что найду. Покажу. Что не найду, не покажу. Мужчина какая-то. Фух, жарковато сегодня. В общем, смотрим. Должно быть интересно. Так, соломина. Самое интересное, что шишки уже кто-то поснимал все. В том видео я вам показывал, много было шишек кедровых. Урожай нынче у нас. Сейчас уже ни одной шишки нету. Здесь их все пошибали уже. Интересно. Очень много было шишек. Нет, нету уже. Куда-то все елись. И тут кедра стоит тоже. Старый-старый. Травы много. В тот раз ездил, не так много было травы. Ничего, очень много. Там вон тоже кедр. Только засох уже. Вон от него макушки стоят. Так, у меня карта есть. Как эта деревня располагалась. Сейчас я вам покажу на карте, как она выглядела. Это у нас было в сороковом году. Я понял, ребята, гуашишки елись. Их белки съели. Вон тут все усыпано ими. Все орешки съели белки. Я думаю, что шишек нету. Вроде было дофига. Ладно, пойдем устья искать. Так, деревня шла вот туда. Вот здесь кедры и вон там кедры стоят. И она вот между ними. Кедры по бокам стояли огородов. И вот она туда шла. Сама вся деревня. Сейчас все заросло. Мы идем вот на край деревни. Где-то у нас в тот раз... Хотя здесь можно походить, в принципе. Мусорки вон, заборы какие-то. Как бы в холодильник не упасть. Ребята, нас интересуют старые устья. По-моему, там я где-то был в тот раз. Идем искать его. Трава по пояс, но сухая. Хорошо. Здесь все еще дома стояли. О чем светилось? Там бузина стоит. Сейчас постараюсь я найти место, где в тот раз сигнал у нас был хороший. Да, вот эта трава. С меня ростом. Ага. Вот это край деревни, в общем. Вот здесь. Край деревни. Вон наша банька стоит. Сейчас я вам покажу. И сигнал вот там внизу был где-то. Сейчас мы его найдем. Яму ее не закопал специально тогда. Так, где баня? Сейчас автофокус настроить. Вот. Банька разваленная стоит. В прошлом видео я по ней лазил. Что-то баня осталась. Где-то здесь внизу. Сейчас, в общем, найду. И откопаем. Что там? Что, ребята? В устье реки стою. Нашел я яму эту. Все здесь поменялось. Конечно. Месяц не был. О! Наша яма. Да. 36. Сигнал есть. Четкий. Че, будем копать. 32. Уже. Ну что? В общем, сейчас выкопаю, покажу. Себя успокою. И тех ребят, кто говорил, зря ты и не выкопал. Все-таки посмотрим, че там. Воды нету, главное. В тот раз воды было много. Пошла вода. Тут че, уже полметра больше накопал я тогда. Специально оставил, не стал закапывать. Знал, что вернусь. Посмотрим сейчас. Че найдем. Выкопаю. Так. Яма больше метра уже. Че-то прослеживается. Сигнал какой-то. В общем, ребята, че-то тут. Кто-то за мной наблюдает. Такое ощущение, какой-то спины кто-то смотрит. Неприятные чувства. Копаю с оглядкой. Вроде уже докопался почти. Сейчас посмотрим. Че там. Глубоко. Больше метра лежит. Че-то большое. Потому что на такой глубине. Че-то большое лежит. Че-то тут есть. Кто-то за мной смотрит, блин. Как-то не по себе мне. Ну че, надо все равно докопывать. Копаем? Че делать-то? О, ребята, снял больше метра уже. Яма вообще ни о чем такая. Смотрите, че показалось. Неужто это я то, что думаю? Неужто горшок золотой откопал? Вот что выкинул с глубины. Почти полтора метра. Че, копать дальше надо? Откуда такой горшок? Фу, я запахался. Жарко еще. Кто-то за мной смотрит, блин. Вернусь ли я отсюда, хер знает. Ладно. Копаем дальше, ребята. Вон уже глубинище. Уже осколки горшка начали показываться. Так. Кто-то вон и стоит чаще за мной наблюдает. Интересно. Что-то жутковато как-то. Но копать надо. Ладно, копаю я дальше. Блин, GoPro 3-то нет у меня на голове. Че бы в онлайне это все снять. Вода подступает, ребята. Надо быстрее копать. Что, ребята, на глубине полтора метра кольцо я выкопал. Походу от телеги колесо. Но там сигналы еще идут. А копать уже лопата не достает. И откуда там горшок интересно взялся? Осколки горшка. Фух. Сейчас еще немножко покопаю. Попробую. Но я не достаю уже. Лопаты не хватает. Сейчас попробую яму расширить. Блин, вспотел уже весь. Глубокая. Посмотрим, че там еще лежит. В общем, ребята, копать невозможно. По причине, что здесь вода. Если видите, насколько лопата уходит в жижу, как будет копать. Но там че-то цветной лежит. В общем, не могу я здесь выкопать них. Хрена. Ну, че-то там есть. Сейчас покажу. Где мой металлоискатель? У лопаты ничего не прочувствуется. Так что оставляю я это дело опять. Может, еще когда-нибудь вернусь, когда засуха будет. Дальше начнем раскопки. Откуда здесь горшок разбитый? Кто-то там за мной смотрит из леса. В спину. Неприятное чувство. Пойду-ка я туда, обратно к деревне. Бросаю здесь это дело. Закопать не буду. Ждем засухи. Подсохнет. Опять вернусь. Все-таки выкопаю. Че там лежит-то? Я еще этот взял. Где он? Сейчас покажу. Взял, да. Кусок горшка оттуда выкопал я. Он сверху вот. Грубая глина. Внизу чем-то покрыта, изнутри. Точно там золото спрятано. Ладно. Пойдем обратно. Там банька стоит. Зашел в осенник. Тут травы поменьше. И сигнальчик. О! Крем Аврора. Медь. Старая баночка. Медная. Выкопалась у меня. Верхняя крышка. Где нижней нету. Думал, пятак опять. Катькин. А тут крем. Старая баночка. Медная. Видно, что медь. Там голоса какие-то в лесу. Какие-то дети какие-то играют в той стороне. Жутковатое место, ребята, я вам скажу, здесь. Чего-то второй раз приезжаю. Как-то не по себе здесь. Так что одни на коп не ездить. Сгинет на фиг. О, ребята, что вылетело. Тут песочек. Походу поле раньше было. Так. 5 копеек, походу. Вот так. 1830 что ли? Убитая. Хлам. 1830. Непонятно. 5 копеек. Большие. В осенечке здесь хожу. Здесь раньше песок. Точно поле было. Что-то такое садили. Ну что, ищем дальше. Нам туда. Надо продвигаться. По открытой местности не пройти. Ну как, искать смысла нет. Там все заросло выше меня бурьян. Сами видели. Вот здесь по лесочку нормально. В жилом секторе. Как-то алюминиевую крышку выкопал. Так. Москва написано. Номер еще есть. Можно еще помимо меня нет. Собирать цветной металл. Килограмма. Полтора-два. Веси три. Я их не беру, конечно. Куда мне с этим цветным метем? Медь беру. Алюминий беру. А здесь дом стоял. Видно очертания. Травы много. Ужас. Что, ребята? Ходить невозможно. Блин, часы замарал. Травыщий. Жарища. Вот. Зато цель поставленную выполнили. Посмотрела, что там. Что-то еще осталось. Позже еще съездим. Ну что, расскажу о пикировке своей. Экипировке. Прежде всего, рюкзак, ребята. Хороший рюкзак. Залог удочного копа. Силы сэкономите. Продукты влезете. Ну и перевозить. Тут у меня бутерброды, лимонады. Рюкзак выбирайте сами под себя. С сумкой неудобно будет ходить. Рюкзак, прежде всего. Дальше. Разгрузочный жилет. Многие там пишут в комментариях, что вроде оделся, как спецназовец. Да нет, ребят, не как спецназовец. Тут просто за долгие годы поиска уже я понял, что разгрузка необходима. Раньше тоже одевался как попало. Много приходится с собой таскать. Так что карманов вот в этом, в этой разгрузке, по-моему, 31 карман у меня. Все везде на своих местах. Спички, зажигалка. Есть баллон газовый. Обязательно от собак, от неадекватных людей. Потому что всех бить кулаки, сломаешь. А тут брожу даун. Все, успокоился быстро. Так что разгрузка обязательно должна быть. Телефон, запасная батарея, везде все. Внутренние карманы также есть. Плюс эта разгрузка у меня еще можно запах стыгнуть. Она будет сеточкой. Вот здесь такой сеткой. Чтоб не жарко было. Эта разгрузка у меня не военная. Эта разгрузка журналистская, по идее. Я покупал ее за интернет-магазин. Она как позиционировала для журналистов. Для копа самое то. Карманов много. Легенькая, удобная. И разные цвета были. Что касается разгрузки. Да? Дальше. Сам мой камуфляж. Это, ребята, называется антимоскитник. Три костюма у меня таких были. Два подарил я. Вот один остался. Ношу уже второй сезон. Или третий. Второй, по-моему. Так. Что у него есть? Капюшон. Здесь у него идет антимоскитная сетка. Очень удобная. Раз, если москиты там у вас, комары, можно все, застегнулись. И у вас уже никто не кусать не будет. Сидите на рыбалке или там ходите по лесу. Очень удобно. Вот такая штука. Приблуда есть. На замочках все это. Постегиваться. Я не пользуюсь. Я лучше набрызгаюсь. Кто на рыбалке сидит там в одной позе, никуда не ходит. Самая то вещь. Они есть. Модифицированы у меня с боковыми карманами. Есть еще здесь большой карман. Разные расцветки. Наберите в гугле. На ютюбе я видел такие антимоскитные костюмы. Вот. Они разные тоже есть. Пишут, что там вот на Украине ходят. В немецких все. Ребята мне пишут, что в немецких камуфляжах все ходят. Все одинаковые. И говорят, как-то не хочется их носить. Расскажите о своей форме. Дальше. Очки. Ну очки мне для чего? Я скатаюсь на мотоцикле, чтобы мошка не летела в глаза. Туи. Кепка. Обязательно. Тут же так же все закрывается. Защита. Дышит. Материал ХБ. Вот. Дальше. Камеру пониже опущу, чтобы вам видно было. Что мы имеем? Сумка у меня плечевая. На ногу крепится. И крепится сюда. Вот она. В таком планфакторе. Очень удобная штука. Много карманов. У меня батареи запасные. Вода. От комаров мазь. Ну и всякие там приблуды. Тут же у меня документ. Где-то есть. Где-то есть. Вот он. О том, что я работаю от музея. Ну, копия, соответственно. Там у меня видео видели. Обзор этой сумки есть у меня на канале. Кому интересно, посмотрите. Там в пролистах поройтесь. Где-то я обзор этой сумочки делал. Очень удобная. Качественная сумка. Дальше. Нож. Маленький. Это мне один кузнец подарил. С его личной печатью. Видно, не видно вам? Вот здесь. его личная печать. Было два ножа. Один я тоже подарил. А этот себе оставил. Он сказал, этот оставь. Проверенный морозами, жарами, холодами. Дальше. Здесь у меня камера. Пинпойнтер. Нож. Про нож просили рассказать. Нож фирмы Columbia. Не знаю, видите вы. Не видите. Фокусирует. Не фокусирует. Сейчас посмотрю. Вроде сфокусировал. Да. Вот такой нож. Сталь не очень хорошая. В принципе, держит, но я бы не сказал, что хороший ножик бывает лучше, но я его взял. Что-то он мне тысячу чем-то рублей за границей покупал в интернет-магазине. Для своих задач справляться. Дрова порубить где-то. Что-то вспороть большое. Также ручка железная. Можно расколоть. Что-то очень удобно. Вот такой ножик. С ноженами поставлялся. Необходимая вещь. У маленького ножа свои задачи. У большого ножа свои задачи. Все это гребится на ремне. Также наколенник обязательно. Кто-то спрашивал, что наколенники не нужны. Очень даже нужны. Я раньше в двух ходил, второй незачем. Один надеваю. Все равно встаешь на одно колено всегда. Из-за этого один. По берцам что? Еще пониже камеру опущу. Берцы. Я уже тоже обзор делал их. Ну что могу сказать? На сезон хватит. Доношу я их. Ноги не потеют. Очень легкие, хорошие берцы. Но они для пустыни, для сухой погоды. Видите же здесь сеточка есть, дышат. Вот такие берцы. Замок сразу же у меня сломался, был крупный, это я перешивал, отдавал. Здесь уже рвутся, начинают. Стоит 1700, но нога не потеет, не устает. Вообще четко. Берцы нравятся. Так. Следующий момент. Часы. Ну, часы на копию обязательно нужны, чтобы телефон постоянно не делать. О своих часах я обзор уже где-то делал. Видео, не знаю, выкладывал, не выкладывал. Уже снят. Будет когда-нибудь в этих часах. Подводные часы. Штука удобная, с подсветкой, будильник, таймер. Все. Ну вот, ребята, что касается... Ну и кепка, конечно, да. Удобная кепочка от солнца, от мусора, от клещей, от всего. Что касается одежды. Ну, наверное, все. Вот такой у нас обзорчик. Сегодня коп получился небольшой. Обзорчик по одежде. Ну и есть еще идиоты. Спрашиваю, зачем немецкий флаг нацепил вроде. Ну, идиоты, даже отвечать неохота. А что вы тогда, ребят, зачем вы там компьютер нерусский купили? Также могу спросить, там, машину зачем купили иностранную? Телевизор у вас в доме иностранный стоит. Что вы покупаете? Надел, надел, было так. Так купил. Что, не отрывать же сейчас? Да, я в принципе и не националист. Я бы и не прочь в Германии пожить. Ну, ладно, ребят. Полемика, в общем, это все. Всем спасибо, кто смотрит. Кто не подписан, подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. Всегда свежее видео получать. Ну, Коля пропьется, мы поедем дальше на коп. Будем радовать вас новыми видео. Так, приветы, приветы в следующий раз передам, не помню опять, не записал. По возможности буду передавать. В общем, всем до свидания. Спасибо, что смотрите. Пока.